В эфире телеканала «Алмазный край» информационный выпуск программы «Панорама». В студии Анны Винокурова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Пристальное внимание рекам. Независимые экологи оценили безопасность алмазодобычи для местных водоемов. Как правильно оформлять документы? В Мирном для всех желающих провели ярмарку финансовой грамотности. Самое свежее и экологически чистое. В Алмазной столице прошла выставка ярмарка сельхозпроизводителей. 7 сентября в рамках совместного проекта Минсельхоза Якутии, городской и районной администрации, а также медиагруппы Сетим на центральном рынке Мирного прошла выставка ярмарка сельхозпродукции. Выставку местных производителей также поддержали профсоюз «Проф. Алмаз» и партия «Единая Россия». Для жителей Алмазной столицы такая ярмарка проходит каждый год. Именно здесь они могут купить натуральные продукты. Все подробности расскажем прямо сейчас. Ярмарка «Алмазная осень» – это гастрономическая площадка для местных производителей. Уже восьмой год центральный рынок собирает мирницах на выставку местной сельхозпродукции. На этот раз заявки на участие подали 23 представителя. Сегодня у нас проводится восьмая ежегодная выставка ярмарка «Алмазная осень». Заявку подали 23 участника, по факту тоже 23 участника из Сунтарского, Ленского и Мирницких районов. Из Сунтарского три населенных пункта охватили, из Ленска один и наши Мирницкие, в том числе и дачники наших Мирницкого района. В этом году совместили выставку ярмарка «Урожай». Соответственно, у нас основная масса – овощи, зелень. Также приезжие предоставляют на реализацию молочную и мясную продукцию. Итог трехмесячной работы местных огородников аккуратно разложен на прилавках. Для того, чтобы вырастить такие красивые, а главное натуральные продукты, усилий приходится приложить немало. В Якутии вести огородное хозяйство непросто. Например, в этом году была засуха. Но дачников, похоже, этим не напугать. Валентина Соколова, участница ярмарки, с улыбкой рассказывает про свой урожай. Все вот своими ручечками золотыми. Вот такое добро получается. Красота такая. И подсолнухи, и цветочки, и огурчики, и помидорчики, и кабачки. Ну что, и помидорчики, и огурчики. Ну все, все, пожалуйста, для народа. Наряду со свежей зеленью в крытых павильонах соседствует молочно-мясная продукция. Она пользуется большим спросом у населения. Покупатели тщательно смотрят срез мяса. Высокое качество и приемлемая для Крайнего Севера цена привлекает мирненцев. Яйца, молоко, кефир, сливочное масло тоже раскупили быстро. Доверие, заработанное местными производителями, с каждым годом становится только крепче. И на ярмарку жители ходят целыми семьями. На эту ярмарку мы ходим каждый год. Здесь очень хорошая продукция. Она отличается качеством. Главное, что она действительно натуральная, экологически чистая. Ну и цены нас вполне устраивают. Среди гастрономического изобилия участники ярмарки отдают большое предпочтение башкирскому меду, который здесь представляют уже второй год. Липовый, гречишный, цветочный, мед с орехами. С наступлением осени продукт особенно пользуется спросом. Игорь Березовский сам привозит разные сорта из башкирии и знает, какой именно мед нужен покупателю. Липовый мед – это очень хороший антисептик при простудных заболеваниях, верхние дыхательные пути. Ну и в целом, общеукрепляющий медик очень хороший, очень вкусный. В завершении ярмарки участников наградили почетными грамотами и призами. А жители, которые даже мимоходом очутились в субботу на рынке, не ушли с пустыми руками. Говорят, уж очень сложно пройти мимо такого изобилия. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Предприятие «Алроса» посетила группа независимых экологов из Якутска. Они приехали, чтобы познакомиться с технологией добычи алмазов, осмотреть полигон с драгами и хвостохранилище в фабрике номер 3. Экскурсию им провели руководитель экологического центра «Алроса» и специалисты Нирненского горно-обогатительного комбината. Представители общественных организаций хотели лично убедиться в безопасности производства для системы рек Ирелях, Малая Батобия и Вилюй. В частности, гостей интересовали объекты, подвергшиеся воздействию мощного наводнения прошлого года. После чего техническая вода с дрожных полигонов попала в Вилюй. Все дамбы дрожных котлованов восстановлены. Увеличена водопропускная способность руслоотводных каналов, в чем и смогли убедиться представители общественности. Конечно, по поводу того, что произошло, компания сделала все, что смогла. Теперь мы понимаем, что дамбы уже находятся в должном состоянии. Все они поставлены на учет, как нам сказали в Ростехнадзоре. Так что, наверное, теперь государственный орган, которому надлежит следить за состоянием этих дамб, насколько они будут соответствовать всем экстремальным климатическим и природным условиям, будут соответствовать своей функции, то есть защищать попадание аномальных загрязняющих веществ в природную среду. В Мирном на стадионе «Триумф» жители Алмазной столицы прошли тест на свою физическую подготовку. Там любой желающий смог попробовать сдать нормативы ГТО. В этом году таковых оказалось около сотни человек. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания. На сегодня она включает в себя 20 видов упражнений – от плавания до метания имитатора гранаты. Сегодня у нас третий за летний период прием нормативов ГТО. Это виды, так сказать, ОФП. Приблизительно участников у нас около 100 человек. Это студенты МРТК, студенты СВФУ и сотрудники организации города Мирного. Получить ответы от экспертов и повысить уровень финансовой грамотности. Четвертый год администрации Мирненского района совместно с мэрией и многофункциональным центром проводят для жителей Мирного ярмарку финансовой грамотности. На этот раз всех желающих приглашенные эксперты познакомили с услугами банков, многофункционального центра, налоговой и рассказали подробнее о пенсионной реформе. Посетители ярмарки интересовали вопросы учета трудового стажа и начисления пенсий, выделения земельных участков многодетным семьям, предоставления субсидий, получения нового жилья или компенсации при сносе аварийного дома. Переход фонда социального страхования с 1 января 2020 года на прямые выплаты. Это пособие по больничным листам, по беременности, родам до полутора лет. Буду перечисляться на расчетные счета самих работников, а не через предприятие. Обучение по первому модулю завершено. В удачницком комбинате более 40 человек из числа начальников участков и главных инженеров цехов прошли обучение по программе «Производство 2.0». На первом этапе они познакомились с основами бережного производства, учились быстрее выявлять и устранять потери в производственных процессах, рассчитывать экономический эффект от снижения потерь. Как проходило обучение по первому модулю и что нового для себя узнали участники тренинга, расскажет Ирина Балкова. Диалог, ролевые игры, решение виртуальных задач, полное погружение в производственные процессы. После и во время перерывов бурное обсуждение и опять постановка задачи поиск путей их решения. Основы бережного производства до определенного момента оставались загадкой. Если мы говорим про бережливое производство, то это модная нынче тема, которую все компании внедряют в свою производственную культуру. Вообще сам термин бережливого производства ЛИН пришел к нам из Японии, а именно с Тойоты. Это производственная система Тойоты, ряд принципов, наборов и подходов, как сократить потери, улучшить качество и улучшить производительность компании. Обучение по программе производства 2.0 проводится в Алроса впервые. Ее инициатором стал директор Удачинского ГОКа Роман Денискин. А вот разработкой занималась Наталья Петухова, начальник центра подбора и развития персонала акционерной компании Алроса. Одни из основных задач программы – отработать у руководителей структурных подразделений навыки организации работы по принципам бережливого производства. Особенно в части снижения затрат, развить целеустремленность при решении производственных задач. Ну и, конечно же, работа в команде. Между нескольких вещей. Прежде всего, чтобы люди стали чувствовать себя больше командой. Как вы видели, люди говорили, одна из целей – это общение – познакомиться между собой, начать общаться больше, ставить совместные задачи. Второе – определенные знания, которые практически применять, чтобы люди понимали, что на их участках работы, что можно изменить, зачем нужно изменить, как принимать взвешенные решения. Перед началом обучения прошла постановочная сессия, на которой спикеры постарались в непринужденной обстановке донести о важности и необходимости обучения. Участники отвечали на разные вопросы. Например, как повысить конкурентную способность компании, что необходимо изменить в себе. С помощью рисунков передать свои эмоции после получения приглашения на обучение. У меня идея была включить всех участников, потому что у нас начинается программа. Понятное дело, что пока не привыкли люди учиться, надо их как-то включать и заряжать. И мне очень хотелось с таким форматом как раз их включить и зарядить в работу, потому что без зарядки, без дополнительной проработки, очень, наверное, сложно сразу перейти к непосредственно проведению программы обучения. Участников семинара, начальников участков Удачинского ГОКа, на которых первоначально направлена данная программа, очень заинтересовал новый проект. Помимо непринужденной беседы, совсем далекой от лекционного формата, полезная и нужная информация по улучшению производственного процесса. Например, программа 5С, которая направлена в первую очередь на повышение культуры труда. Программа обучения включает в себя четыре модуля. На следующем этапе участники будут ставить для себя задачи, составлять план графики достижения цели, как результат основной критерии производственной деятельности. Ирина Волкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Как увеличить производительность и улучшить качество без затрат? Обо всем этом говорили на семинаре, который прошел в Центре подготовки кадров «Алроса». Его участниками стали лидеры и победители корпоративного молодежного форума в настоящем будущее. Напомним, в этом году форум проводился второй раз. 21 команда молодых специалистов от всех подразделений компаний из Москвы, Якутии, Архангельска, Санкт-Петербурга решали инженерные кейсы «Алроса» по горному делу, геологоразведке, промышленной автоматике и закупочным процедурам. По результатам форума было представлено много интересных предложений, выявили лидеров и победителей. Сегодня продолжается работа с наиболее отличившимися участниками форума. «Учатся решать задачи, которые перед ним возникают, иногда инженерные, иногда не инженерные, а связанные с управлением персонала. И учатся решать эти задачи быстро, красиво. Красиво – это значит идеально, с меньшими затратами, затратами времени, материалов, денег. То есть эти специалисты потом эти инструменты будут использовать в своей практике, в своей жизни». Рев моторов, песок, грязь и море положительных эмоций – все это смогли испытать на себе участники гонок по бездорожью «Ленские барханы». 35 участников из «Ленска» и «Мирного» весь день проверяли на прочность себя и своих стальных коней. Кто-то, например, провел на трассе 6 часов. Вячеслав Пилипенко расскажет все подробности. 35 участников в четырех дисциплинах и сильное желание победить рев моторов, непроходимые пески и топи – это захватывающие гонки по бездорожью «Ленские барханы». Они зарядили настроением всех, кто не поленился и приехал в выходной день на «Ленский пляж». Быстрые и громкие. Первыми на песчаную трассу вышли мотоциклисты в классе эндуро. Мастарт и железные кони ринулись в бой. Финишировали все, но победу одержал один – Сидоров Федор. Не оставил шансов соперникам. Ну, конечно, очень рад. Готовились. Можно сказать, что подготовки как таковой-то и не было. С ребятами постоянно выезжаем. Катаем по пляжу. Конечно, очень тяжело ездить. По песку. Экипажи этой группы пробыли на трассе около 6 часов. Самый сложный класс автомобилей – спорт. Эти монстры созданы для покорения речных бродов, зарослей, деревьев и грязи. Задача – пройти все контрольные точки, ориентируясь на показания навигатора. Лучшей стала команда из Мирного и их ОАЗ. Трасса шикарная была. Были сложности свои. Мы подготовились к этому хорошо. Проходили все вовремя. Все четко сработано. Команда собрана. Вообще все понравилось. Неподготовленные внедорожники соревновались в спринте после мотоциклистов. Женщины и мужчины выясняли, кто может быстрее всех пройти извилистую песчаную трассу. В этой номинации победили Ольга Климаченко и Игорь Костров. Участники, конечно, устали, но остались довольны. Порадовали и хорошие призы – домкраты, GPS-навигаторы и наборы инструментов. Не меньше впечатлений и организаторов гонок – простых линчан, всем сердцем любящих автомобили и драйв. Для первого раза, в принципе, для моего такого организаторского опыта соревнования прошли неплохо. Спасибо большое всем спонсорам, которые отозвались, которые помогли нам, предоставили подарки. Без них бы мы вообще ничего не сделали. Автомобильные гонки в Ленске пользуются популярностью и у зрителей, и у участников. Победить хотят все, но в любом случае не расстраиваются, если фортуна в этот раз отвернулась. Главное – зарядиться положительными эмоциями и получить свою порцию адреналина. А этого на гонках ленские барханы хоть отбавляй. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Новости региона доступны и в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграме, ВКонтакте и Ютуб.